Всем привет! Сегодня мы будем учиться ориентироваться по карте. Этот урок для новичков, но возможно некоторые моменты будут интересны и более опытным пилотам. Ориентирование довольно таки интересный процесс, который тренирует внимательность, наблюдательность и добавляет новые ощущения от полета, делая его более интересным. Конечно, для новичка это очень сложно, но сложно из-за того, что нет знаний по этому направлению и нет практики. Так что давайте подробно все разберем и я уверен, что у вас не возникнет проблем с ориентированием по карте. Давайте откроем карту, нажав английскую букву О и посмотрим, какие обозначения на ней есть. Как вы видите, вся карта разделена по квадратам. Каждый квадрат имеет свой номер и имеет размер 10 на 10 километров. Если мы больше увеличим карту, то большой квадрат разделится на 9 квадратов меньшего размера, каждый по 3 с небольшим километра. Каждый квадрат это сектор. Каждый сектор имеет свой номер, который соответствует расположению кнопок на цифровом номпаде клавиатуры. Эти сектора помогают точно определять свое местоположение в квадрате или расположение любой цели, объекта, изгиба реки и так далее. То есть, с помощью этих секторов вы можете быстро наводить напарника или давать, получать информацию в чат об обнаружении противника и уже точно знать, куда вам лететь. А чтобы долететь, вы должны знать следующее. Любая карта всегда ориентирована по направлениям. Вверх север 0 градусов или 360 градусов. Низ это юг 180 градусов. Правая сторона это восток 90 градусов. И левая запад 270 градусов. Если со сторонами света все знакомы, то цифры, возможно, кто-то не понимает, откуда взялись. Цифры взялись с компаса, который имеет окружность и которая поделена на 360 делений. Каждое деление это 1 градус. В игре в левом нижнем углу постоянно показаны цифры. Это и есть градусы, которые показывают направление полета. Обычно это направление называют курс. Также на каждом самолете в игре есть компас, по которому можно видеть свой курс. Чтобы вы лучше понимали, как просчитывать курс, давайте посмотрим на картинку. На картинке показаны градусы от 0 до 360. Например, мы летим строго на восток курсом 90. Если повернем на юг, то, соответственно, наш курс изменится на столько градусов, насколько мы сделаем разворот. Вы должны выучить, запомнить и мысленно понимать положение градусов, чтобы не иметь проблем с определением курса. Для начала запомните 4 основные направления. 0, 90, 180, 270. То есть от одного направления до следующего у нас 90 градусов. Зная это и четко понимая, вы должны научиться мысленно подставлять эти градусы на карту и прокладывать курс в нужный квадрат. Например, смотрите, вы здесь, а ваш напарник здесь и ведет бой. То есть вы знаете и понимаете, что от вас до напарника направление будет от 0 до 90 градусов. Также вы видите, что напарник где-то посередине, между 0 и 90 градусами. То есть получается, что курс на него примерно 45 градусов. Если бы напарник был здесь, то вы, смотря на карту, также поймете, что это больше 45 градусов. И даже уже ближе к 90, но чуть меньше. Поэтому и нужно взять приблизительно такое направление на 70 градусов. Для деления по градусам можно задействовать циферблат часов. Здесь вы уже можете четко видеть и понимать, что 30 минут это 15 градусов, 1 час это 30 градусов, 2 часа 60 градусов. Есть еще способ для прокладывания курса. В нем мы задействуем визуально компас в кабине нашего самолета. А именно компас, на котором изображен самолет и полоски, показывающие курс. Смотря на такой компас, мы видим, под каким углом самолет направлен в сторону направления полета. Именно такую прямую, под таким углом, мы прокладываем на карте и получаем нужный курс. Думаю, всем все понятно и проблем с определением курса у вас не возникнет. Когда вы летите с напарником, вы можете общаться не по направлению курса, а по циферблату часов, центр которых и будет являться вашим местонахождением. Здесь уже не будет иметь значение стороны света. Все зависит от вашего направления полета. Например, вы летите с напарником в одном направлении, это направление всегда будет на 12 часов. Все, что у вас сзади, это 6 часов. Справа 3 часа, слева 9 часов. То есть, если вы видите контакт или бой, то вы просто говорите напарнику тот час, который совпадает с направлением на контакт или бой. Но, если ваше направление полета не совпадает, например, когда вы только взлетели, ищите друг друга или ведете бой, то вы должны говорить направление напарнику по его часам, то есть, относительно него, а не вас. При обнаружении контакта или опасности, вы должны соблюдать правильную систему переговоров, чтобы ваша информация была легко понятна и сразу, по которой можно было бы обнаружить то, о чем вы говорите. Для этого необходимо говорить не только направление, но и высоту с расстоянием. Выглядеть это должно примерно таким образом. Таким образом, вы с легкостью будете ориентироваться в бою и смотреть именно туда, куда нужно, не тратя время на поиски контактов. Итак, мы узнали, что благодаря сторонам света, градусам и часам, можно четко лететь или смотреть в нужном направлении. Теперь давайте будем учиться ориентироваться по карте и пользоваться уже полученными знаниями при выборе курса, чтобы долететь в нужный квадрат. Для ориентирования на местности нам необходима карта. Для чего она нам нужна? Все очень просто. Карта – это отображение земной поверхности в уменьшенном виде, нанесенное на какую-нибудь плоскость с последующим соблюдением специальных математических закономерностей, и отображением расположения, а также совмещение и объединение разнообразных явлений природы, объектов, строений, дорог и т.д. Используя карту, мы можем сравнивать ее данные с тем, что мы видим под собой или вокруг себя. Чтобы определить точное свое местонахождение на карте, желательно набрать высоту около 1500-2000 метров и найти ориентиры. Желательно, чтобы они были большого размера, например, какой-нибудь большой город или лесной массив, возможно, с выраженными чертаниями геометрической фигуры или их характерные формы, большие реки с разветвлениями и т.д. Затем мы открываем карту, увеличиваем участок карты, где приблизительно мы находимся, и ищем похожие ориентиры на карте, постоянно сравнивая их с тем, что мы видим вокруг себя. Когда вы увидели на карте именно тот ориентир, который видите на земле, вы должны определить, с какой стороны от него вы находитесь, чтобы понять, в каком именно месте от этого ориентира вы находитесь. Определяется это очень просто. Например, вы можете встать прямым курсом на этот ориентир, тем самым получите точное направление в градусах. Мы открываем карту и мысленно подставляем эти градусы на выбранный ориентир на карте. Проложив прямую, мы также мысленно определяем на глаз расстояние до ориентира и получаем результат, который точно нам покажет наше местонахождение. При хорошей видимости даже не понадобится компас или индикатор курса. Для того, чтобы на протяжении всего полета точно знать, где мы находимся, нужно от самого аэродрома просчитывать свой курс до нужного нам квадрата. Также при отходе от аэродрома запомните расположение Солнца по отношению к нему. Например, мы встали на курс и отходим от аэродрома. Солнце находится у вас на 7 часов. Значит, когда вы будете лететь обратно на аэродром, Солнце будет у вас на 1-2 часа. Также мы знаем, что Солнце встает на востоке, это примерно 90 градусов, может чуть меньше. Затем Солнце продвигается на запад и, соответственно, градусы меняются на большее значение. Например, на карте Сталинграда, когда на часах 10 часов, Солнце находится примерно на 110-120 градусов, 14.00 на 200-210 градусов, 18.00 на 260-270 градусов. Проходя маршрут, мы должны постоянно сопоставлять наземные ориентиры, которые мы видим, с данными карты. Тем самым, мы постоянно будем знать свое местоположение на карте и при изменении планов, можем быстро изменить маршрут, проложив нужный курс от нашего места до нужного квадрата. Но, что если не будет ориентиров, так как мы будем лететь, например, над океаном? Используя только индикатор скорости, высоты, курса и часы, Часы можно достаточно точно определять свое положение даже при полете над морем, пустыне и ночью, плохую погоду и при очень плохой видимости, низкой облачнице и тумане. При прохождении любого расстояния с точки А в точку Б затрачивается время. Это время зависит от скорости прохождения этого расстояния. Посмотрите таблицу. В ней показаны итоговые значения времени по пройденным километрам с определенной скоростью. Пользуясь такими расчетами, вы будете знать, сколько километров вы прошли и четко знать ваше местоположение на карте. Но вы не забывайте, что расчеты производятся по истинной скорости, а не по приборной. Приборная скорость зависит от давления набегающего напора воздуха и может быть значительно ниже истинной скорости, когда воздух разряжен, например, на большой высоте. Летая на любых картах в игре, вы будете запоминать их даже не изучая специально. Дело в том, что когда вы летаете, вы постоянно смотрите по сторонам. Видите города, реки, озера, горы. Интересные и легко запоминающиеся лесные массивы в виде геометрических фигур. Именно над такими ориентирами у вас может завязаться запоминающийся бой или, возможно, в этом месте стоит цель, которую нужно уничтожить. Или в этом месте находится ваш аэродром, в котором вы уже знаете дорогу, потому что возвращались на него много-много раз. То есть карта изучается быстрее, если летать на ней. Если вы летаете с напарником, вы можете вести с ним переговоры, называя ориентиры, которые вы оба знаете. Потому что, например, над этим ориентиром вы недавно вели бой с противником или этот ориентир настолько уникальный, что его невозможно не знать. Например, город Сталинград. Зная такие ориентиры, вы можете говорить их название. Например, в моем складе все знают, где находится лесополоса. И если я скажу, что я над лесополосой или подхожу к ней, то мои односквадники сразу поймут, что я на юге от Сталинграда, чуть восточнее промзоны. Если я скажу, что я над квадратом или иду к нему, то они поймут, что я около южной части Сталинграда, так как чуть западнее есть лесной массив, похоже на квадрат. У нас в складе множество ориентиров, и все они запоминались не за один день, конечно. Всему свое время. Поэтому больше летайте, больше ориентируйтесь, больше получайте опыта, и никаких проблем с ориентированием у вас не будет. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами. Увидимся в следующем уроке. Пока.